Всем привет! Сегодня у нас для вас новые истории. Но прежде чем рассказать истории сегодняшние, я хочу вам показать квартиру в центре Праги, в самом-самом центре Праги. Просто вот Старомельская площадь здесь очень-очень рядом. Ну, центровее уже сложно придумать. И вот эта квартира, она стоит, аренда этой квартиры стоит 1000 евро в месяц. То есть вы платите 1000 евро и живете здесь. Ну, в смысле, конечно, это долгосрочная аренда. Никто вам не сдаст на пару дней. Вот просто, сколько стоит аренда жилья в Праге. Причем, чтобы снять эту квартиру, нужно будет еще заплатить несколько аренд. То есть, две аренды, да, еще? А, только одну? Ну, это повезло. В общем, здесь нет. Эта квартира напрямую от хозяина сдается. Хозяин по-божески берет только одну аренду сразу и последнюю аренду. Депозит, да, депозит. В общем, две аренды платите и не нужно платить реалитному маклеру ничего. Ну, в общем, квартира 1000 евро в самом-самом центре Праги. Прошу прощения, здесь бардак. Вот в этой квартире 26 квадратных метров. Вот комната. Окно в комнате. Вот кухня. Она же и коридор. Потому что это уже выход из квартиры. И... Что здесь еще? Вот так вот. Ну, а мы идем дальше. И сегодня вам расскажем парочку интересных историй. Ну, а мы сейчас вам хотим рассказать... Ну, как тут красиво. Хотим рассказать одну историю, которую я люблю. Вот. Это история об одной женщине. Вот мы когда-то вам рассказывали историю о самой некрасивой женщине в средневековьях. А это расскажем о самой красивой женщине Европы того времени, 14 века. Ну, и не только о ней, о ее муже. Она была королевой. Ее муж был королем. Жили они в Праге. Сейчас мы вам о них расскажем. Так. А тут у нас что? А тут у нас, как всегда, толпа возле стены Джона Леннона. Кто не знает, это ужасно культовое место в Праге. Несмотря на то, что Джон Леннон никогда не был в Чехии, стена Джона Леннона. Очень-очень у нас популярна. Вообще сейчас очень красивое время в Праге. Несмотря на то, что прохладно, иногда даже бывает дождь, сыровато. Но мне сейчас нравится здесь гораздо больше, чем было у нас знойное, ужасно знойное лень. Сейчас все уже готовится к... Нет, да, да. Ну, сначала готовится к Хэллоуину, а потом... Ну, уже, уже в супермаркетах уже появились первые ласточки. Мы сегодня зашли в Теско, и там уже развалы прям такие с конфетами, с рождественскими, с этими календарями адвентными. И написано, с веселого Рождества, то есть с веселого Рождества уже в супермаркетах появились вот такие вот ласточки. Но все равно, сейчас самое красивое время в Праге. Мне вот это лето, особенно это, которое было, это просто было ужас. Хоть кожу с себя снимай, потому что жара была адская. И от холода спрятаться можно, а от жары как вы спрячетесь? Ну, ну, и мы пришли сюда, подошли к Карловому мосту. Мы стоим возле Карлового моста, и это не просто так, потому что хотим мы рассказать вам историю одного короля и одной королевы. Итак, история. В 1316 году у чешского короля Яна Люксембургского и его жены королевы Элишки из династии Пшемысловичей родился сын. Маленького принца назвали в честь деда Вацлав. Король Ян чехом не был и получил чешский трон только лишь потому, что женился на дочери чешского короля Вацлава II, который не оставил после себя потомка мужского пола. Королем Ян Люксембургский был так себе. Чешского языка он не знал и знать не хотел. Говорил лишь по-французски и немецки, безалаберно истощал казну и не очень-то заботился о благосостоянии страны, которой правил. А вот маленький принц Вацлав чехом был лишь наполовину. Но именно ему предстоит войти в историю не просто отцом государства, но еще и как самому величайшему из чехов. Но это будет потом. А пока маленький Вацлав по настоянию отца отправляется в Париж, ко двору французского короля Карла, мужа своей родной тети. При французском дворе Вацлав получает великолепное образование. Он говорит и пишет на пяти языках. Немецком, французском, чешском, итальянском и на латыни. А еще именно здесь ему подбирают невесту. Зовут девочку Маргарита Валуа. Она происходила из влиятельной королевской династии. И уже в детстве было ясно, что из нее вырастет настоящая красавица. Забегая вперед, скажу, что первая супруга чешского короля войдет в историю как одна из самых красивых женщин Европы своего времени. Когда принц и принцесса поженились, им было всего лишь по семь лет. Одновременно с венчанием епископ окрестил детей молодоженов и изменил их имена. Так из Маргариты получилась Бланка. А Вацлав с тех пор начал носить имя Карл. Конечно же детская свадьба была лишь символической. И жених с невестой продолжали жить и получать образование отдельно друг от друга. В следующий раз Карл и Бланка встретились через семь лет. Им было по четырнадцать. Именно такой возраст по средневековым меркам считался вполне нормальным для того, чтобы молодые люди могли стать полноценными супругами. И вот тут молодой Карл от красоты жены просто потерял голову. И ведь правда, все современники Карла сходятся в одном. Принцесса Бланка Валуа была непревзойденной красавицей. Молодая принцесса была младшей дочерью признанного красавца того времени герцога Карла де Валуа и его третьей жены графини Матильды де Штельон. Кстати, кто смотрел наше видео о самой некрасивой женщине Европы Маргарите Маультаж, возможно, помнит ее первого мужа Иоганна Генриха, за которого ее выдали замуж в детстве. Так вот, Иоганн Генрих был младшим братом нашего сегодняшнего героя Карла. Вот так и получилось, что два брата были женаты на женщинах, которые вышли в историю как самые-самые. Только одна красавица, а вторая, увы, нет. Ну а мы вернемся к влюбленному Карлу в 1330 год. Карл был покорен красотой жены. Это была самая настоящая любовь со второго взгляда. Но спустя год после встречи влюбленных ждала разлука. В 1331 году отец Ян Люксембургский призвал Карла домой, для того, чтобы принять участие в походе на Италию. Карлу хоть и тяжело было расставаться с любимой, но деваться некуда. Оставив юную супругу в Лексембурге под обекой сестры своего отца, принц отбыл. Вернулся в Прагу Карл спустя три года. И, конечно же, первым делом он вызвал к себе свою обожаемую супругу. И вот красавица Бланка в сопровождении свиты прибыла на Пражский град. Прекрасная французская принцесса тут же стала любимицей всего чешского народа. Все восхищались ее манерами, искренностью, желанием изучать чешский язык. И, конечно, красотой. Ну, а, естественно, Карл с огромным нетерпением ожидал рождения наследника. И вскоре объявили о беременности принцессы. Счастливый будущий отец решил, что их с Бланкой наследник должен появиться на свет в одном из красивейших чешских замков – Кривоклад. Именно там молодая принцесса в 1335 году и родила их дочь Маргариту. С появлением на свет принцессы Маргариты связана одна из самых красивых легенд замка. Счастливый Карл решил отблагодарить жену и приказал собрать всех соловьев вокруг и поселить их под окнами своей супруги. А вскоре молодые люди вернулись в Прагу. Но здесь Бланка вдруг впала в немилость – свекра Яна Люксембургского. Как говорят французы, шаршаля фам – вот так и в истории с красавицей Бланкой. Все дело в том, что овдовевший Ян Люксембургский недавно женился. А в жены он взял себе тоже французенку – Беатрис де Бурбон, младшую дочь Людовика I де Бурбон. Казалось бы, отец и сын своими браками крепили позиции Чехии в Европе. Но, увы, не на Пражском граде. Две франкоязычные женщины, оказавшись в одном доме, общего языка почему-то не нашли. Свекровь откровенно завидовала тому, что Бланка стала всенародной любимицей. И вообще, ведь именно она является будущей королевой Чехии. И именно Беатрис де Бурбон сыграла свою роль в судьбе Бланки, когда разгневанный Ян Люксембургский выслал молодую сноху вместе с новорожденной дочерью в далекий город Брно. Карл же в те времена часто бывал в разъездах. И за несчастную Бланку было попросту некому заступиться. Кстати, своего сына и наследника король Ян тоже не любил. Ведь в отличие от отца, молодой принц показал себя талантливым правителем. Принц укротил мятежных дворян и начал приводить в порядок финансы страны, расстроенные из-за расточительности его отца. А тут Ян и вовсе заболел и начал терять зрение. Карл был должен все чаще помогать ему, а иногда и вовсе заменять в делах правление. Кроме того, в отличие от отца, он знал язык и обычаи своей родины. Приятная внешность и благородное обхождение все больше и больше привлекали на его сторону народ. В то время, как Яна откровенно не любили, король прекрасно понимал, что молодой принц при желании может попросту свергнуть его. Он стал очень злым, подозрительным, а потом и вовсе задумался о лишении старшего сына права наследования. В общем, пока молодой принц укреплял свои и государственные позиции, у его супруги было достаточно времени для печали и тоски в одиночестве. Тем не менее, иногда они виделись, и результатом их выстраданных встреч стало рождение в 1342 году второй дочери Екатерины. А в 1346 году, в битве при Креси, ввязавшись на стороне Франции в столетнюю войну с Англией, погиб король Ян Люксембургский. А 2 сентября 1347 года в Праге, в соборе святого Вита, произошла торжественная коронация на чешский трон Карла IV, коронованного Карлом I и его супруги Бланки Валуа. Так в Чехии и появился король, с именем которого будет связан Золотой век, королевство. Уже в 1348 году Карл IV принял два важнейших решения, касавшихся Праги. Основал новое место, новый город, значительно расширив пределы чешской столицы и заложил университет, первый в Центральной Европе. Он и сейчас носит его имя – Карлов университет. Чешские города при Карле IV быстро росли. Он поощрял купцов и ремесленников, способствующих расцвету чешской экономики. При нем королевство стало не только центром обширной империи, но и одной из самых процветающих стран Европы. 10 июня 1348 года Карл IV начал строительство замка, которому суждено войти в историю как самому знаменитому замку Чехии и одному из самых знаменитых замков Европы. Замок назовут Карлов Канье. Карлштейн. А вот Бланка, любимая жена Карла IV, своим положением чешской королевы, увы, наслаждалась недолго. И 1 августа 1348 года 32-летней Бланки Валуа не стало. Официально королева стала жертвой эпидемии чумы. Но у историков и у современников возникал резонный вопрос. Чума, которая свирепствовала в Европе с 1347 по 1349 год, удивительным образом не коснулась чешских земель. Тем более в Пражском граде не было ни одного случая заражения чумой, кроме несчастной Бланки. А вот разговоры об отравлении королевы ходили очень часто. А какой мог быть повод отравить любимую жену короля, красавицу Бланку? Повод очевиден. Рождение наследника. 32 года по меркам того времени молодостью уже не являлась. И надежды на появление наследника трона мужского пола угасали с каждым днем. А это было опасно для государства. Да и сама королева часто грустила. А причиной ее переживаний как раз и было осознание того, что она не может подарить любимому мужу долгожданного сына. А вот после смерти доброй и красивой Бланки начало происходить. Вот что. Люди часто стали замечать ее туманную белую фигуру, рыдающую то в коридорах пражского града, то на узеньких пражских улочках. А когда в 1357 году был торжественно открыт замок Карлштейн, прозрачная фигура белой пани, а именно так прозвали неупокоенный дух королевы, чаще всего начали видеть именно там. А вскоре и вовсе. Белая пани там прочно обосновалась. Карлштейнская белая пани по сей день не смогла обрести покой. Ее хрупкую фигуру часто можно увидеть рыдающей на краю огромного замкового колодца. Иногда она спускается из замка в поселок, стучит в окна домов и интересуется, все ли дома. Если получает положительный ответ, предрекает, кто из больных в этой семье выздоровеет, а кто умрет. Люди ее боятся и по ночам как можно плотнее затворяют окна, чтобы не попасться на глаза Бланке. Почему же несчастная королева так и не обрела покой? А вот почему. Когда умерла Бланка, Карл искренне горевал. Очень тяжело переживая смерть любимой супруги. Их брак с Бланкой был самым длинным в жизни Карла. Мужем и женой они были целых 25 лет. В этом браке родилось две дочери – Маргарита и Екатерина. Старшая Маргарита Люксембургская станет женой венгерского короля Людовика I Великого, но умрет в возрасте 14 лет. А младшая Екатерина переживет двух мужей и умрет в 52-летнем возрасте в Австрии. А вот Карл IV, несмотря на скорбь от утраты любимой жены, уже спустя полгода женился опять. Вот поэтому дух несчастной Бланки так и не может по сей день обрести покой и простить мужу столь скорый брак. А что же новая королева? А это уже другая история. И вот посмотрите, сколько сейчас в Фраге людей. туристов. Не протолкнуться. Это вот пока мы выслушали историю, мы с Вадой стояли и смотрели на вот это вот все, на этот муравейник. Посмотрите, какая там толкучка. Ну, вот такую историю мы вам сегодня рассказали. Продолжение следует. А пока мы идем еще дальше. Мы благоразумно ушли с Карлового моста, потому что, да, поляков очень много, очень много поляков, короче. А еще посмотрите, сегодня открыт Лихтенштейнский дворец. Вот он, на берегу Волтавы. Это здание, которое когда-то принадлежало Лихтенштейном, знаменитым Лихтенштейном. Мы недавно о них рассказывали, когда были в этом, в Алтицах. И иногда этот дворец открывают для публики. Бесплатно. Это очень редко бывает. И сегодня такой день. Так, может, зайдем в него? А, может, да? Посмотрим. Ну, встань пока мы с очереди, а потом посмотрю, что там. Но очередь, мне кажется, идет очень быстро. И если мы туда постоим и зайдем, то это было бы очень интересно. На самом деле, это очень интересное место. Лихтенштейнский дворец. Он тоже окутан массой легенд. Так, Лихтенштейнский дворец. Открыт сегодня с 9 до 4 часов вечера. Ну, не знаю. Вот такая очередь стоит под дворцом. Короче, я хотела идти, но Влада. Стояла гу-бу-бу-бу-бу-бу, не надо туда идти. Ну, нет, не то чтобы не надо, очередь медленно идет. Сказали нам, нам вышел человек из дворца. И сказал, что, в общем, вот эта очередь еще где-то на час. Пускай и частями. То есть, вы бы минут через 45 только туда зашли. Ну, он 40 минут там ходит. А у меня чайник. 40 минут там ходить. Влада ходит с чайником. Он носит чайник. Вот. Ну, дело не в чайнике. Дело в том, что 17-го, 11-го, опять его открывают для общественности. И вот тогда Влада без чайника с самого утра прибежит. Да нет, ну реально, долго ждать. Мы и не готовы были. Вот не в царском пришли. Голодные. Так что вот так. Сегодня мы не попали в Лихтенштейнский дворец. А вообще, конечно, там заседает правительство, туда приезжают. Какие-то именитые гости, важные люди, которые посещают Чехию. Ну, когда-то там жили Лихтенштейны. Кто такие Лихтенштейны? Я думаю, они в представлении не нуждаются. Княжество Лихтенштейн. Боготейшее княжество Европы. И вот это все принадлежало им. Но они потом, мне кажется, его продали кому-то. Так что сами Лихтенштейны на этот... Они претендуют... Лихтенштейны много на что? На то, что находится в Чехии. У них это дворцы. В Чехии, это сказано, ведь смолок. Да, но этот дворец они успели продать, прежде чем его лишиться. Так что на него они не претендуют. Ну, а людей, конечно, много. Смотрите, сколько туристов в Праге. Нераза, обязательно. Открыта солнечная терраса. Да, там надпись. Открыта солнечная терраса. Солнце слепит. Ну, а мы, между тем, переместились в наш замок для того, чтобы рассказать криминальные сводки, как обычно, традиционно. А это очень важная история. На самом деле, это не только для Чехии важно. Это важно в общем. Речь о чем? Я думаю, многие, главное, кто живет в России, и не только в России, знают о том, что сейчас очень популярно телефонное мошенничество. Мошенники звонят вам по телефону, могут представиться, например, банкирам, работникам банка. Не работникам банка, они присутствуются полицейским. Типа, вот, нам сейчас звонили из банка, там какой-то человек приходил к нам, приходил в банк, приходил с доверенностью от вас, что вы позволяете снять деньги со своего счета. Ну, я думаю, все знают эти истории, они уже набили оскомину, кто-то еще ведется на такие истории. Также звонили и мне. Это ведь не только звонят в России, Украине, или там, я не знаю, если в Казахстане кто-то звонит, в Белоруссии. Но это звонят и здесь, в Европе тоже такие звонки происходят. Все эти колл-центры, как правило, находятся где-то в Днепре. В Европе тоже такие звонки бывают. Мне звонили, неоднократно, очень часто мне звонят с такими предложениями, то инвестировать, то кто-то пришел в банк с доверенностью от меня. И вот сейчас я здесь вложу. Один такой звонок я записала, как я пообщалась с мошенником, я его здесь вложу. Алло, алло. О, Валерия, добрый день. Здравствуйте. Валерия, я вас в господи, который там из полиции, черепа, в республике, Мой, и Твитер и Трубник. Сразу, в основном, касаемо такой личности, как Алексей Тарас. Укажите, кем он вам приходится? Кто? Алексей Тарас. Вообще-такого не знаю. Ведет муж с полиции по спидатам заявление от сотрудников райфайзенбанков, в котором было указано, что данный гражданин и воссовотделение банков Братиславия под видом вашего блиткого рода века было также материально удоверяется в вашего имени, за который пытался оформить рейтование на сумму 70 тысяч крон. Валерия, вы не подтверждаете? Нет, не подтверждаю. В таком случае будет созданный протокол, согласен к мошенничеству, даже на деподготовлении поддельного документа, плаку 281. Но сейчас моя задача также будет задать им ряд вопросов, касаемо того, откуда произошла утечка вашей информации. При помощи, Валерия, за последние 30 дней вы могли предоставлять ваши документы в какие-либо компании, организации, либо же учреждения? Мои документы кому? Еще раз. Ваши паспортные данные в какие-либо компании, организации, либо же учреждения. Ну, я же не знаю, я так не вспомню. В 30 дней, говорит? За последние 30 дней, да. Погодите, я могу вас спросить, вы еще раз откуда позвоните? В департамент полиции. А, ага, сейчас. Ага, понятно, понятно. А, слушайте, я могу вас спросить еще, а собака с милицией придет, или вы от имени собаки мне звоните? Такое серьезное преступление. Собака, 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 где это вы звоните? Я вам не звонила, так собака, вы, у вас собака попросила позвонить? Или, ну вы же, что... А, они же звонят собаке. Ясно, ясно, полиция. Вот так мы пообщались. Вот. И одно время, прям этих звонков в Чехии, в Чехии, вот русскоязычным, украинцам, русским, всем, кто здесь живет, белорусам, очень много таких звонков поступало. Потом начали и чехам звонить. Поками с чешской власть раскочегарилась, поняли, что к чему люди начали, многие там... Наши, наши русскоязычные, больше, видимо, подкованы, уже больше знают, уже знают эти все истории и не так верят всем этим мошенникам, как, например, те же чехи. Многие чехи начали на это вестись, реально переводили деньги. И чехи возмутились, там какую-то... потребовали от Украины, что вот как это так, мы вот вам помогаем, там, оружием, деньгами, беженцев здесь принимаем, а у вас существуют колл-центры, из которых грабят наших граждан. Украина показательно там сделали, типа арестовали кого-то, там они какие-то колл-центры закрыли, у нас тут все это показали по телевизору. Но теперь буквально вот какое-то время их не было, сейчас опять они вернулись, опять начались звонки. И недавно, что было недавно? Человек из деревни какой-то в Ползенецком крае, пенсионер, позвонили ему такие же мошенники, но сейчас они уже не что говорят. Они сейчас говорят, очень часто такое, инвестировать, инвестиции. Ну он согласился инвестировать куда-то, они вам говорят, скачайте какую-то программу к себе в телефон, мы будем в этой программе работать, будем инвестировать. Человек скачал эту программу, ему пообещали, что вот аналитики будут с вами работать, будем говорить, куда вкладывать деньги, вы будете на этом очень много там поднимать. Человек скачал эту программу, мошенники зашли в его банкинг через эту программу и сняли со счета 9 миллионов 200. В чешских кронах это все. 9 миллионов 200. Это хорошая квартира в Праге. Думаю, очень хорошая квартира в Праге за 9 миллионов 200. Ну двухкомнатная квартира в Праге, 9 миллионов 200. Да, они в центре города. Вот так. Ну и сейчас опять, опять показательно арестовали какой-то колл-центр, закрыли на Украине. У нас опять об этом отчитали, что вот-вот в этот раз уже закрыли колл-центр. Ну это ж такое, один закрыли, а 54 колл-центров работают и крешуют их люди, не последние в Украине. Я очень много смотрю таких роликов на Ютьюбе, люди это выкладывают, как они общаются с мошенниками, рассказывают о том, что люди не ведитесь на это. Потому что действительно некоторые мошеннические вот эти их действия выглядят очень достоверно, потому что я сейчас смотрю, допустим, в России есть какие-то госуслуги. Я не знаю, что такое госуслуги, но я догадываюсь, что это. Просто в Чехии у нас такого нет. Ну, звонят мошенники, например, вам говорят, что у вас тут заканчивается договор с какой-то телефонной компанией, нужно его продлить. Хотя никто их не продлевает, они же бессрочные. Многие люди верят, они отправляют какие-то там код на телефон вам, благодаря которому могут попасть на эти госуслуги и там как-то все у вас украсть. Я вообще не понимаю, говорю еще раз, я не понимаю, что такое госуслуги. Вот, люди верят в это. И вот очень хорошо, что есть такие ролики, в которых можно это все послушать, что они пытаются сделать. Я очень много таких слушаю. То продлить номер телефона, то вам пенсию там не насчитали полностью, придите к нам. Вот вам, сейчас я вам сгенерирую номерок, вы придите к нам и вам пенсию пересчитают, будет больше пенсии. А ведь пенсионеры ведутся тоже на такое, а человека можно забрать все его сбережения. Так что это очень действительно важная тема, это нужно как бы, чтобы люди это знали. Вот, ну я еще раз говорю, наши русскоязычные, я имею в виду, больше как бы в этом деле уже прокачанные. А чехи нет. И когда это все началось, многие были просто в шоке. Главное, что сейчас, если поначалу это в основном говорили на плохом чешском, чехи не сильно в это, ну когда слышат, звонят, говорят, я из полиции, но при этом говорит с русским акцентом. Конечно, чехи в это не верили. Потом они стали хитрее, эти мошенники, они сильно начали на работу нанимать людей, которые хорошо говорят по-чешски, хорошо говорят по-английски. И звонить, и звонить. Сейчас еще, конечно, очень популярна такая история, что мне вот недавно буквально прям бомбили на WhatsApp. Бомбили на WhatsApp какие-то африканцы там представляются какими-то артистами. Ну понятно, мне это все смешно, я в это не верю. Но кто-то ж поверит, начнут переписываться со знаменитым артистом. Потом этот знаменитый артист начнет с вас деньги выкачивать. Я смотрела ту же передачу, одна женщина вот так начала переписываться с каким-то летчиком. Летчик, естественно, сидел там где-то на пальме, писал женщине на WhatsApp, присылал фотографии какого-то реального летчика. Женщина поверила. Из дома вынесла там все, что было, чтобы только ему отправлять. Потому что ему вечно нужны были деньги. То там на самолет, то на заправку самолета. Ну они придумывают. А люди наивные верят. И в итоге, когда она уже знала, что ее развели, она хотела с мужем развестись, чтобы только к ней приехал вот этот летчик-налетчик. И быть с ним. И когда мужу все выяснилось, что это африканцы, что ее разводят, на нее это никак не подействовало. Я смотрела с ней интервью, и она говорит, что ей муж говорит, ну ты пойми, вот это же какой-то афроамериканец сидит на том конце и тебе пишет. И вот представь, говорит, завтра он придет сюда. Вот какой-то африканец безграмотный скажет, это я тебе писал. А эта женщина говорит, да, я вот слушала своего мужа и отвечала ему, я бы пошла с этим африканцем на край света. Вот так они умеют, извините за выражение, засрать мозги. Ну в общем, вот такие истории. Поэтому очень нужно быть аккуратным, осторожным. Вот сейчас человек потерял 9 миллионов 200, представляете, 9 миллионов 200. А их уже не вернуть, вам уже их никто не вернет, все, эти деньги ушли. И даже чешская полиция говорит, что да, человек написал там заявление, но это все. Внуки, наверное, очень радуются. Что дедушка просто подарил мошенникам из Днепра, или я не знаю откуда, где эти колл-центры все. Ну, в основном, я слышала, в основном в Днепре они находятся. Просто, это я представляю, какой там был праздник. Понятно, эти звонилки, которые звонят, это они там на милину себе зарабатывают. Понятно, это чепуха. А вот те, кто за этим стоит, вот это, конечно, миллиардеры уже. Наверное, столько людей, я говорю, это не только они звонят там по Украине, потому что у меня сестре звонили тоже. Это такие тоже звонки, рассчитанные на людей, особенно если, вот, например, моей сестре, родной в Одессе, позвонили ночью, вечером поздно, звонят люди. Мама, я попал в аварию, срочно нужны деньги. Сын сидит рядом. Типа, от имени ее сына звонят. Ну, она поняла, она говорит, ну, че ж, попал в аварию, уже из больницы. Мне нужны срочно деньги на операцию. Ну, говорит, сыночек, это же, знаешь, наше положение. Ну, хорошо, она посмеялась. Потом еще я слышала одну такую же, на Ютьюбе нашла парень один, ему звонят мошенники. Это было очень смешно. Ему звонят мошенники и говорят, здравствуйте, сегодня, вы знаете, говорит, женщину по имени Екатерина Иванова, скажем. Он говорит, да, знаю. Говорит, ну, она сегодня была в банке, с вашей доверенностью хотела выбрать деньги, все ваши со счетов снять. Он говорит, ну, да, 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 я ее хорошо знаю. Мошенник спрашивает, а кем она вам приходится? Он говорит, бабушкой. Мошенник говорит, так она 91-го года рождения. Пальня отвечает, ну, правильно, 1891-го. Я умирала от смеха. Ну, это смешно, конечно, но ведь действительно, к сожалению, это иногда и не смешно. Иногда людей обманывают на огромные суммы. Вот такая история. Ладно, а мы идем дальше. Ну, а за окном у нас вообще-то дождь, а мы без зонтов. Ну, да ладно. Пойдем. А еще сейчас идем с Ладой и читаем новости чешские. И пишут, вот, за сегодня новость, что за последние пару дней буквально в чешские больницы обратились пациенты. Это родители с детьми. Дети случайно, вот мне очень нравится слово случайно, наглотались магнитов из-за челленджа в ТикТок. Ну, там у одного ребенка эти магниты вышли, потому что они были кругленькие и маленькие. А остальным детям предстоят операции. То есть за несколько дней, сколько там, опять пятеро детей нажрались магнитов. Я вообще не понимаю. Конечно, сейчас смотрю очень много, ну, в Чехии еще это не пришло, вот эти квадроберы или квадрокоптеры. Это люди, которые с масками живут, котов, собак бегают по улицам. У нас еще, слава богу, я таких не вижу. Ну, это оно придет из Японии, мне кажется, к нам еще просто оно не дошло. Вот. Зато вот магниты жрут. Одно время жрали эти средства для мытья посуды, средства для стирки. Сейчас магниты пожрали. Ужас какой. Как бы очень хорошо, что изобрели интернет. Я вообще не представляю, как без него жить. Но некоторых к нему лучше не подпускать. Вот так вот... Ну да, что нельзя есть магниты, нельзя делать все, что вам показывают. Ну, в общем, вот пять человек сожрали магниты и все прибежали в больницу. Ну, слава богу, что как бы это все, конечно, можно поправить, но приятного мало. И еще, что мы вспомнили. История, которая произошла вот на этой неделе. Полицейский ударил грабителя. Причем он дал ему просто пощечину. Грабитель в продуктовом магазине какой-то наркоман украл продукты. Вызвали полицию. Ну, он много украл, я так понимаю. Вызвали полицию. Полицейский приехал, там с ним что-то пообщался и не выдержал. И ударил его по лицу. Ничего страшного с этим наркоманом не произошло. Дал ему пощечину. Да, даже не сильно. Да, он не потерял сознание после этого удара. Этот грабитель не упал, не ударился ничем. Вот, вот так вот. Что думали? Теперь полицейскому грозит срок. Его выгнали с работы. Даже собираются выгнать с работы. Причем там его начальство говорит, что это очень хороший полицейский. И ему еще грозит срок. Причем когда полицейский, ему да, он извинился, а он говорит, у меня просто не выдержали нервы. А я верю. Я когда смотрю, я тоже часто вижу вот этих вот, которые воруют в магазинах. В Чехии этого очень много. Я верю, что может быть он действительно, тут полиция, они работают за большие миллионы. Я верю, что человек может и устать. Ему это может надоедать. Да, полицейский так себя не должен вести. Ну, взяли бы пример, например, с такой полиции. Вернее, с такого вот отношения к полиции, что за такое выгнали с работы человека. Ну, не выгнали еще, ну вот выгоняют и хотят посадить тюрьму. Когда смотрю, как в Украине избивают мужчин КЦК, вот эта полиция, вот, наверное, нужно это показать чешским. Ну, я думаю, это все все знают. Ну, как бы когда говорят, что Украина это очень демократическое государство, при этом в Чехии за то, что полицейский просто ударил человека, дал пощечину. Вот такое, а там просто избивают людей, ломают руки, ноги убивают, для того, чтобы бросить на мясо. Как вообще можно заставлять человека идти и умирать? Вот просто его заставляют идти и умирать. Вот, при этом, если почитать чешских политиков, когда они говорят, что Украина это оплот демократии. Ну, так покажите Украине, как нужно себя вести в таких случаях, когда бьют человека. Чешский полицейский не избивал, просто не выдержал. Иногда мне кажется, что и я в некоторых случаях, наверное, не выдержал, ну, поэтому я и не полицей. Ладно, мы идем дальше. Ну, наверное, на этом все. Это еще, конечно, не все, и мы еще вам будем много чего интересного рассказывать. А в следующую субботу, ну, мы сейчас уезжаем, а в следующую субботу мы вам расскажем кое-что очень интересное. Потому что мы уезжаем по Франции, и я уже дождаться не могу, когда кое-что увижу, кое-что куплю, чтобы подороже продать. Эта история касается современного искусства. Вот главное искусство, да, то, что я очень люблю. И эта история касается не просто современного искусства, а одного из самых посмертно дорогих художников, одних из самых дорогих картин. И я хочу вас познакомить, захочу вас познакомить с ними, но я не буду забегать вперед. Но то, что мы сейчас поедем во Францию и там снимем, купим. И мне будет интересно мнение людей, ваше мнение, если вы бы такое купили, и как вы к такому относитесь. Ну, а на этом все. Спасибо, что вы были с нами в Праге. Увидимся во Франции, в Шампании. Ари-Вуар. Пока. Я не знаю, как я не послушаю, смешно. Снегки. Снегки, а одна ворожья.